Второе рождение. Вот уже третий год казахстанские медики доказывают, что даже тотальные повреждения дыхательных путей коронавирусной инфекцией можно излечить. На протяжении нескольких дней врачи областного центра боролись за жизнь пациента со стопроцентным поражением легких. И в этом им помогли современные инновации. Какие? Узнаем из материалов сюжета. Житель областного центра Медед Тазабек на больничную койку попал с диагнозом двусторонняя пневмония. Однако мужчина даже не подозревал, что его легкие были уже полностью поражены вирусом. Состояние пациента врачи оценивали как крайне тяжелое. В неравной борьбе они сделали все возможное, чтобы помочь мужчине самостоятельно сделать полноценный вдох. При поступлении в больницу я не мог самостоятельно дышать. Длительное время находился в реанимации на аппарате. Сейчас иду на поправку. Хочу поблагодарить всех врачей и медперсонал за их труд. На протяжении 12 дней жизнь Медеда Тазабека в прямом смысле зависела от аппарата ЭКМО. Данное устройство временно выполняет функцию дыхания, проводя искусственную вентиляцию легких. Кроме того, медоборудование помогает поглощать кислород и выделять углекислый газ, тем самым регулируя кровообращение. По мнению врачей, аппарат ЭКМО доказал свою эффективность и в этот раз. В 2020 году началась пандемия и мы начали искать пути, как помочь пациентам с поражением легких. Первый ЭКМО уже в области мы внедрили на базе многопрофильной больницы. Самое основное показание – это коронавирусная инфекция, большой процент поражения, ОРДСВ-синдром. Оксигнатор является как искусственно легкое. ЭКМО – это не лечение, это мост для жизни. У врачей многопрофильной больницы большой опыт в работе с ЭКМО. Вот уже полтора года они с успехом применяют его в лечении тяжелых пациентов. Для этого сотрудники медучреждения прошли специальные обучающие курсы по применению аппарата. В данное время лежит у нас пациент, поступил к тотальным поражениям легких, где уже дальнейшее нахождение даже на ИВЛ невозможно было. Поэтому единственное спасение его было – это ввести экстракорпоральную мембрану оксигнации ЭКМО. После этого через 12 дней активно лечили, коррегировали. На сегодняшний день смогли аппарат снять. Но, если простыми словами, можно сказать, мы вернули ему жизнь. Эта технология не во всех областях Республики Казахстана развита. Но мы один из лидеров, можно сказать, по Республике Казахстана. Таким образом, новые методы лечения дают вторую жизнь, казалось бы, безнадежным больным. Гульмира Тимиргалиева, Мадина Берег, Казанадир Хамзин, телеканал ЖТСУ.